Привлёк внимание к проблемам Дальнего Востока. Берифинг полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева состоялся в онлайн-режиме. На нём собрались представители СМИ из разных регионов. Прямую трансляцию мероприятия можно было увидеть на 17 информационных порталах. Одним из острых вопросов стало подтопление. Как было отмечено, в 2013 году от паводка пострадало свыше 200 тысяч человек. Объём затрат федерального бюджета на восстановление составило 42 миллиарда. В этом году количество захваченных субъектов паводком больше, при этом в зоне подтопления оказалось 27 тысяч человек. Сумма ущерба на сегодняшний день оценивается в 14 миллиардов. Все цифры в разы меньше, чем было. Почему? Потому что точнее стал прогноз. Своей времени. Потому что тогда ведь мы уже, когда всё тонуть начали, схватились. Потому что построены гидрозащитные сооружения. Тоже не все. И этим надо ещё заниматься. Особенно в Еврейской области, в Хабаровском крае не всё закончено. Выдвигались вопросы о массовом переселении людей из зоны паводка. По словам Юрия Труднева, бороться с большой водой необходимо и помочь может строительство гидротехнических сооружений. А массовое расселение – не решение проблемы, так как не все жители этого хотят. В качестве примера Юрий Петрович привёл случай во время поездки в село Кукелево. Люди не хотят уезжать с подтопленных участков и каждый год получают возмещение с федерального бюджета. Полпред отметил, необходимо создать новый вид пользование землёй, где государство не несёт ответственности за паводок. Эту проблему нужно прорабатывать. Ещё одним острым вопросом стал мост Нижнеленинской и Тунзян. Проблемы возникли ещё в ходе строительства. Из-за изменения русла реки Амур пришлось создавать новый проект. Мост построили, возникло новое затруднение. Там есть вопросы с пунктом пропуска. С пунктами пропуска у нас какая-то отдельная беда, что в других территориях Дальнего Востока мы эту тему обсуждали с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишусиным. Там, возможно, будем в целом менять систему управления строительством пунктов пропуска. Потому что вот так, как сейчас, она работает, на мой взгляд, из рук вон плохо. Но мост построенный, в принципе, в самое ближайшее время он начнёт работать. Одной из ключевых тем брифинга стала подготовка к 6-му Восточному экономическому форуму. Зампред отметил, мероприятие уже даёт видимый экономический эффект для всего региона. Однако это только начало. Со временем результаты будут ещё ощутимее. Дарья Куприна, Новости 21.